Отдел 28. Происхождение мистерий. Это, несомненно, должно быть отнесено ко времени четвертой коренной расы. Мистерии были введены для избранных этой расы, когда средний атлант уже начал слишком глубоко погружаться в грех, чтобы можно было бы ему доверять тайной природы. Их учреждение приписывается в тайных трудах царям посвященным, принадлежавшим к божественным династиям, когда сыны Божия уже постепенно позволяли своей стране становиться кукарма-дес – землей порока. О древности мистерии можно судить по истории поклонения Геркулесу в Египте. Согласно тому, что жрецы рассказывали Геродоту, этот Геркулес не был греческим, ибо он говорит врезко «О греческом Геркулесе я нигде в Египте не мог добыть каких-либо сведений». Египет никогда не заимствовал этого имени у греков. Геркулес, как они жрецы утверждают, является одним из 12 великих богов, которые были порождены от более ранних 8 богов за 17 тысяч лет до года Амазиса. Конец врезки. Геркулес индийского происхождения, и полковник тот, если отложить в сторону его библейскую хронологию, был вполне прав в высказывании, что он был Баларама или Баладева. Теперь нужно читать Пураны с эзотерическим ключом в руке, чтобы узнать, как почти на каждой странице они подтверждают тайную доктрину. Классические писатели древности настолько хорошо понимали эту истину, что единодушно приписали Азии происхождение Геркулеса. Врезко. Один раздел Махабхараты посвящен истории Геркулы, из племени которого произошел Вьяса. У Деодора находим ту же легенду с некоторыми изменениями. Он говорит, Геркулес родился среди индийцев, и, подобно грекам, они наделяют его палицей и львиной шкурой. Оба, Кришна и Баладева, являются господами племени Кула. Гери, Герикул-эс, из чего греки могли создать составное слово Геркулес. Конец врезки. Оккультная доктрина объясняет, что Геркулес был посредним воплощением одного из семи владык пламени в качестве брата Кришны Баладевы, что его воплощения происходили в течение третьей, четвертой и пятой коренных рас, и что поклонение ему было принесено в Египет более поздними переселенцами из Ланки и Индии. Что греки заимствовали его от египтян, это несомненно, тем более, что греки определяют его место рождения в Фивах, и только его 12 трудов в Аргосе. В Вишну Пуране мы находим полное подтверждение сказанному в сокровенных учениях. Ниже следующее есть краткая сводка этой пуранической аллегории. Райвата, внук Шарьяти, четвертого сына Ману, не находя человека, достойного руки его прекрасной дочери, отправляется вместе с нею в царство Брахмы, чтобы посоветоваться с Богом, как быть в этом случае. По его прибытии туда Хаха, Хуху и другие гандхарвы пели перед троном, И Райвате, дожидавшемуся, пока они кончат, показалось, что прошла всего одна мухурта, миг, тогда как на самом деле прошли долгие века. Когда они кончили, Райвата полниц и объяснил свое затруднительное положение. Затем Брахма спросил, кого бы он хотел себе взять я, и, выслушав несколько названных имен, отец мира улыбнулся и сказал, Из тех, кого ты назвал, третье и четвертое поколения, коренные расы, уже не живут, ибо много последовательных веков, чатур-юг или циклов четырех-юг, прошло за то время, пока вы слушали наших певцов. Теперь на земле двадцать восьмой великий век нынешнего Ману почти уже закончен, и период Кали близок, потому ты должен наградить своею драгоценную девственницею какого-нибудь другого мужа, ибо вы теперь остались одни. Затем Раджер Айвате было сказано, чтобы он шел в Кушастхали, в свою древнюю столицу, которую теперь называли Дварака, и где вместо него теперь царствовала часть божественного существа Вишну, в личности Баладевы, брата Кришны, считающегося седьмым воплощением Вишну, каждый раз, когда Кришну принимают за полное божество. Получив такие наставления от рожденного в лотосе Брахмы, Райвата со своей дочерью возвратился на землю, где он обнаружил, что человеческая раса уменьшилась в росте, читайте по этому поводу станцы и комментарии о постепенном уменьшении человеческих рас в росте, понизилась в жизнеспособности и ослабела разумом. Отправившись в город Кушастхали, он нашел его весьма изменившимся, так как, согласно аллегорическому объяснению комментатора, Кришна отнял у моря часть страны, что на простом языке означает, что материки за это время изменились, и перестроил город, или вернее, построил новый город Двараку, ибо в Бахагават-Пуране мы читаем, что Кушастхали был основан и построен Райватой среди моря, и последовавшие открытия показали, что он был тот же, или находился именно на том же месте, где и Дварака. Поэтому раньше он находился на острове. И аллегория Вишну Пуране показывает, как царь Райвата отдает свою дочь держателю лемеха, или вернее, лемехознаменному Баладеве, который, увидев, что девушка чрезвычайно высокого роста, укоротил ее концом лемеха, и она стала его женой. Здесь ясный намек на третью и четвертую расы, на атлантских великанов и последовательное воплощение сынов пламени и дхиан-каганов других категорий в героях и царях человечества вплоть до Кали-юги, или Черного века, начало которого лежит в исторических временах. Другое совпадение. Фивы – стовратный город, и Дварака получил свое название из-за множества имеющихся в нем ворот или дверей от слова «двара» – «ворот». И Геркулес, и Баладева – оба страстные, горячего нрава, и оба славились красотою своей белой кожи. Нет ни малейшего сомнения, что Геркулес – это Баладева в греческом одеянии. Ариан отмечает великое сходство между фиванским и индусским Геркулесом. Последнему поклонялись Сурасены, которые построили Медхарею или Матхуру – месторождение Кришны. Тот же самый писатель помещает Сандракотта, Чандрагупту, деда царя Ашоки из клана Мория, в непосредственной линии потомков Баладевы. Нас учат, что вначале не было никаких мистерий. Знание, видья, было общим достоянием, и оно царствовало повсеместно в течение Золотого века – Сатья-юги. Как гласит комментарий, «в те дни блаженства и чистоты люди еще не сотворили зла, ибо по своей натуре они были более богоподобны, чем человечны». Но когда человечество, быстро увеличиваясь в количестве, увеличилось и в разнообразии идиосинкразии тела и ума, тогда воплощенный дух проявил свою слабость. В менее культурных и здоровых умах выросли естественные преувеличения и вместе с ними суеверия. Из желаний и страстей, до тех пор неизвестных, родилась самость, и знанием и властью слишком часто злоупотребляли, пока, наконец, явилась необходимость ограничить количество тех, кто знали. Таким образом возникло посвящение. Теперь каждый отдельный народ складывал для себя религиозную систему в соответствии со своей степенью просвещения и духовными нужными, так как поклонение одной только форме мудрыми не считалось нужным, то они ограничили доступ к истинному знанию только для очень немногих. Надобность завуалировать истину, чтобы защитить ее от осквернения, становилась все более и более явственной. С каждым новым поколением сначала истина прикрывалась тонким покровом, который приходилось все более и более уплотнять по мере того, как распространялись личность и самость, и это привело к мистериям. Их пришлось учреждать во всех странах и среди всех народов, в то время как во избежание раздоров и недоразумений экзотерическим верованием была предоставлена свобода расти в умах непосвященных масс. Безобидное и невинное в своей начальной стадии, подобно историческому событию, изложенному в виде сказки, приспособленному и понятному для детского ума, в те далекие века таким верованиям можно было позволять расти и делаться популярными вероисповеданиями без всякой опасности для более философских и труднопонимаемых истин, преподаваемых в святилищах. Логические и научные наблюдения феноменов в природе, которые одни только приводят человека к познанию вечных истин, при условии, что он подходит к порогу наблюдений беспристрастно, без предвзятых мнений, и прежде чем рассматривать вещи в их физическом аспекте, смотрит на них духовным зрением, не находятся в компетенции масс. Чудеса единого духа истины, навсегда сокрытого и недоступного божества, могут быть разгаданы и усвоены только через его проявления второстепенными богами, его действующими силами. В то время как единая и всемирная причина должна навсегда оставаться in absundito, ее разнообразное действие может быть прослежено через результаты в природе. Так как только последние являются постижимыми и проявленными для среднего человечества, то силам, вызывающим эти результаты, было предоставлено расти в воображении простого народа. Века спустя в пятой арийской расе некоторые бессовестные жрецы начали извлекать выгоду из этих слишком наивных верований народов во всех странах и в конечном счете возвысили упомянутые второстепенные силы в ранг бога и богов, и таким образом им удалось целиком изоировать их от единой вселенской причины всех причин. Сноска. В древности не было брахманов, как наследственной касты. В те давние времена человек становился брахманом через личные заслуги и посвящения, однако постепенно вкрался деспотизм и сына брахмана делали брахманом сперва в силу протекции, а затем по наследственности. Правокровные заменили права настоящей заслуги и таким образом выросло общество брахманов, которое скоро превратилось в могучую касту. Конец сноски. С этого времени знание первоначальных истин целиком осталось в руках посвященных. У мистерии были свои слабые места и свои недостатки, как их должно иметь каждое учреждение, созданное руками человечества. Все же Вольтер охарактеризовал их благо несколькими словами. Врезка. В хаосе людских учреждений существовало учреждение, которое всегда предохраняло человека от падения, в полное скотство. Это были мистерии. Конец врезки. Истина, как Рагон, сказала масонстве. Врезка. Время – продолжительность его храму, вселенная ему – пространство. Давайте разделим, чтобы мы могли властвовать, сказали хитрецы. Давайте объединимся, чтобы сопротивляться, сказали первые масоны. Сноска. Мистерии, говорит Рагон, были даром Индии. В этом он ошибается, так как арийская раса принесла мистерии посвящение из Атлантиды. Тем не менее, он прав, говоря, что мистерии предшествовали всем цивилизациям, и что, очищая умы и нравственность народов, они послужили основой для всех законов гражданских, политических и религиозных. Конец сноски. Или, скорее, посвященное, которых масоны никогда не переставали считать своими первоначальными и непосредственными учителями. Первым и основным принципом нравственной силы и могущества является объединение и солидарность мыслей и цели. Сыны воли и йоги объединились вначале, чтобы сопротивляться ужасным и все нарастающим беззаконием адептов левой руки атлантов. Это привело к учреждению еще более тайных школ, храмов обучения и мистерий, недоступных для всех, за исключением выдержавших наиболее страшные испытания и послушничества. Чтобы не сказать о самых ранних адептах и их божественных учителях, все это будет рассматриваться как выдумка. Поэтому, если мы хотим узнать что-либо о первоначальных посвященных, то необходимо судить о дереве по его плодам, рассмотреть поведение и труд их преемников в пятой расе, как они отражены в трудах классических писателей и великих философов, как смотрели на посвящение и посвященных в течение около двух тысяч лет греческие и римские писатели. Цицерон информирует своих читателей в очень ясных выражениях. Он говорит врезко. «Посвященный должен применять на практике все находящиеся в его власти добродетели справедливость, верность, терпимость, скромность, сдержанность. Эти добродетели заставляют людей забыть о талантах, которых может быть у него, не достает». Конец врезки. Рагун говорит врезко. «Когда египетские жрецы говорили «все для народа», «ничего через народ», они были правы. В невежественном народе истину можно раскрыть только достойным доверия лицам. В наши дни мы видели «все через народ», «ничего для народа». Это лживая и опасная система. Настоящей же аксиомой должно быть «все для народа» и «с народом». Конец врезки. Но для того, чтобы достигнуть такой реформы, массы народа должны пройти через двойное преобразование а. Отделиться от всякого элемента экзотерического суеверия и обмана со стороны священнослужителей и б. Стать образованными людьми, свободными от всякой опасности, быть порабощенными человеком или идеей. С точки зрения ранее изложенного, это может показаться парадоксальным. Нам могут сказать, посвященные были жрецами. Во всяком случае, все индусские, египетские, халдейские, греческие, финикийские и другие, иерафанты и адепты, были жрецами в храмах, и именно они изобрели свои соответственные экзотерические верования. На это можно ответить. Неряса делает монаха. Если можно верить преданиям и единодушному мнению писателей древности, прибавляя это к примерам, которые мы имеем в жрецах Индии, наиболее консервативной нации в мире, то становится совершенно ясным, что египетские жрецы были не более жрецами в том смысле, какой мы предаем этому слову, чем храмовые брахманы. Их никак нельзя рассматривать такими, если принять за стандарт европейское духовенство. Лауренс справедливо говорит, что врезка. Жрецы Египта, строго говоря, не были служителями религии. Слово «жрец», перевод которого неправильно истолкован, имел значение, весьма отличающееся от того, которое предаем ему мы. На языке древности, а в особенности в смысле посвящения жрецов древнего Египта, слово «жрец» есть синоним слова «философ». Учреждение египетских жрецов, кажется, на самом деле было союзом мудрецов, собравшихся, чтобы изучать искусство, как управлять людьми, служить центром царства истины, способствовать ее распространению и задерживать слишком опасное ее рассеивание. Конец врезки. Египетские жрецы, подобно брахманам древности, держали в своих руках бразды правления. Это была система, унаследованная ими непосредственно от посвященных Великой Атлантиды. Чистый культ природы самых ранних дней патриархов, слово «патриарх» здесь применяется в его первоначальном значении, к прародителям человеческой расы, отцам, вождям и наставникам первобытных людей, стал наследием только тех, кто был в состоянии различать нумен под феноменом. Сноска. Слово «патриарха» образовано из греческих слов «патрия» – семья, племя или народность, и «архос» – глава, отцовский принцип. Еврейские патриархи, которые были пастыри, передали свое имя христианским патриархам, все же они не были жрецами, а просто главами своих племен, подобно индийским «риши». Конец сноски. Впоследствии посвященные передавали свои знания царям человеческим, как их божественные учителя передавали это их предкам. Их прерогативой и долгом было раскрывать человечеству полезные ему тайны природы, сокровенные свойства растений, искусство исцеления больных и насаждение братской любви и взаимопомощи среди человечества. Никакой посвященный не считался таковым, если он не мог исцелять, даже возвращать к жизни из мнимой смерти, комы, тех, чья литургия без такого вмешательства перешла бы в действительную смерть. Сноска. Нет надобности упоминать, что воскрешение действительно умершего тела представляет собой невозможность в природе. Конец сноски. Те, кто обнаружили такие способности, возвышались над толпами и их рассматривали как царей и посвященных. Гаутама Будда был царь посвященный, целитель и возвращал к жизни уже находящихся в руках смерти. Иисус и Аполлоний были целителями и их обоих исследователи называли царями. Если бы они не воскрешали людей, мертвых по всем признакам, ни одно из этих имен не перешло бы к потомкам, так как это служило первым и решающим критерием, определенным знаком, что на этом адепте покоится незримая рука изначального божественного учителя или же он сам воплощение одного из богов. Последняя царственная привилегия дошла до наших царей пятой расы через царей Египта. Последние все были посвящены в тайны медицины, и они исцеляли больных даже тогда, когда вследствие страшных и трудных испытаний заключительного посвящения не были в состоянии стать полными иерофантами. Они являлись целителями по привилегии и по традициям, и в случаях, когда сами они не овладевали оккультным искусством целения, им помогали в этом иерофанты храмов. Так даже в гораздо более поздние исторические времена мы находим, что пир исцелял больных простым прикосновением к ним ногою. Веспасиану и Адриану нужно было только произнести несколько слов, преподанных им, их иерофантами, чтобы восстановить зрение слепым и здоровье коллегам. С тех пор история отмечала случай, когда та же самая привилегия была распространена на императоров и царей почти всех наций. Сноска. Короли Венгрии заявляли, что они могут вылечить от желтухи. Герцогам Бургундским приписывалась способность предохранения людей от чумы. Короли Испании освобождали одержимых бесами. В награду за добродетель доброго короля Робера королям Франции была дана прерогатива исцеления от золотухи. Франц первый в течение своего краткого пребывания в Марселе, куда он приехал на свадьбу сына, прикоснулся и исцелил от этой болезни более пятисот человек. Такой же привилегией обладали короли Англии. Конец сноски. То, что известно о жрецах Египта и брахманах древности, будучи подтверждаемо всеми древними классиками и историческими писателями, дает нам право верить в то, что, по мнению скептиков, считается только преданиями. Откуда взялись удивительное познание египетских жрецов по всем отраслям науки, если они не почерпнули их из еще более древнего источника? Знаменитая четверка центры знания в Древнем Египте исторически более достоверны, чем начало существования современной Англии. Это было великое фиванское святилище, где Пифагор после своего прибытия из Индии изучал науку оккультных чисел. Это был Мемфис, где Орфей популяризировал свою слишком труднопостижимую индийскую метафизику для применения в Великой Греции. И отсюда Фалис и века спустя Демокрит получили все, что они знали. Саису следует воздать все почести за удивительное законодательство и искусство управлять народом, каковыми его жрецы наделили Ликурга и Салона, которые оба останутся предметом восхищения для грядущих поколений. И если бы Платон и Евдоксий не отправились бы на поклонение в святилище Гелиополиса, то по всей вероятности первый никогда бы не удивил будущее поколение своей этикой, а другой своими удивительными познаниями по математике. Сноска смотри Лауренс Esais Historicus для дальнейшей информации относительно всемирного универсального знания египетских жрецов. Конец сноски. Выдающийся современный писатель на тему мистерии египетского посвящения, однако ничего не знающий о посвящениях Индии, покойный Рагон не преувеличивал, когда утверждал, что врезко все понятия, касающиеся тайн природы, какими обладали Индустан, Персия, Сирия, Аравия, Халдея, Сидония и вавилонские жрецы, были известны египетским жрецам. Таким образом, это была индийская философия, без мистерий, которая, проникнув в Халдею и в Древнюю Персию, образовала доктрину египетских мистерий. Конец врезки. Мистерии предшествовали иероглифам. Сноска. Это слово произошло от греческого хиэрос священный и глифу я вырезаю. Египетские иероглифы были посвящены богам, так же, как индийская Дева на Гаре – язык богов. Конец сноски. Они породили последнее, так как долговечные записи были необходимы для сохранения их секретов и напоминания о них. Именно первоначальная философия послужила камнем основания для современной философии. Только потомок, сохраняя черты внешнего тела, на своем пути утерял дух и душу своего родителя. Сноска. Тот же самый автор имел, как имеют и оккультисты, очень обоснованное возражение против современной этимологии слова «философия», которая толкуется как «любовь мудрости», когда на самом деле это не так. Философы были учеными и философия была действительной наукой, а не пустословием, как теперь. Этот термин состоит из двух греческих слов, значение которых должно передать его сокровенный смысл, и его следует истолковывать как мудрость любви. Именно в этом последнем слове «любовь» кроется сокровенное эзотерическое значение, ибо «любовь» здесь фигурирует не в качестве существительного, она также не означает «привязанность» или «нежность», но является термином, применяемым для обозначения эроса, изначального принципа в божественном творении, синонима «потос» абстрактного желания в природе создавать потомство, выражающееся в вечно продолжающихся сериях феноменов. Она означает божественную любовь, тот вселенский элемент божественной везде сущности, который разлит по всей природе и является одновременно главной причиной и следствия. Мудрость любви или философия означала влечение и любовь ко всему сокрытому под объективными феноменами и также познавание его. Философия означала высочайшее адепство, любовь к божеству и слияния с ним. По своей скромности Пифагор даже отказался, чтобы его назвали философом, то есть таким, кто знает все сокровенное в вещах видимых, причину и следствие или абсолютную истину и называл себя просто мудрецом, стремящимся к постижению философии или мудрости любви. Причем любовь в ее экзотерическом значении деградировалась людьми в те времена, настолько же, насколько и теперь, путем ее чисто земного применения. Конец сноски. Посвящение, хотя оно не содержало в себе ни правил, ни принципов или какого-либо специального учения науки, как это понимается теперь, было, тем не менее, наукою, и притом наукою из наук. И хотя лишенное догм, физической дисциплины и исключительного ритуала, оно было единственной истинной религии, религии вечной истины. Внешне это была школа, коллегия, где преподавались науки, искусство, этика, законодательство, филантропия, культ истинной и действительной природы космических феноменов. Тайны же, в течение мистерий давались практические доказательства последних. Те, кто могли узнать истину по всему, то есть, кто были в состоянии смотреть в разоблаченное лицо великой Изиды и вынести ужасающее величие этой богини, становились посвященными. Но дети пятой расы слишком глубоко погрузились в материю, чтобы всегда проделать это безнаказанно. Те, кого постигла неудача, исчезли из этого мира, не оставив следа. Кто из высочайших царей мог когда-либо осмелиться потребовать от суровых жрецов возрождения человека, как бы высоко ни было его общественное положение, если эта жертва переступила порог их священного Адитума? Благие наставления, преподанные посвященными ранних рас, перешли в Индию, Египет, Грецию, Китай и Халдею, распространяясь таким образом по всему свету. Все, что есть хорошего, благородного и великого в человеческой натуре, все божественные способности и устремления культивировались жрецами-философами, которые старались развивать их в своих посвященных. Их этический кодекс, основанный на альтруизме, стал всеобщим. Он обнаруживается у атеиста Конфуция, учившего «Тот, кто не любит своего брата, не имеет в себе никаких достоинств». И так же в наставлении Ветхого Завета «Люби ближнего твоего, как самого себя». Левит, глава 19, стих 18. Величайшие посвященные становились богоподобными и Платоном Федри вложены в уста Сократа слова, врезка, посвященные непременно пребудут в обществе богов. Конец врезки. В том же самом труде приводятся следующие слова этого великого афинского мудреца врезка. Совершенно очевидно, что те, кто учредил мистерии или тайное собрание посвященных, были не низкими людьми, но могучими гениями, которые испокон веков с помощью этих загадок старались вразумить нас, что тот, кто придет незримой области неочищенным будет сброшен в бездну. Восьмая сфера оккультного учения, то есть он навсегда утеряет свою личность, тогда как тот, кто придет туда очищенным от грязи этого мира и совершенным в добродетелях, будет встречен в обители богов. Конец врезки. Имея в виду мистерии, Климент Александрийский сказал врезко, тут кончается все учение, человек видит природу и все сущее. Конец врезки. Получается, что христианский отец церкви говорил так же, как говорил язычник претекстат, проконсул Ахаи, четвертый век нашей эры, человек выдающихся добродетелей, который сказал, что лишить греков, священных мистерий, которые связывают в единое целое все человечество, было бы равносильно лишению их жизни всякой ценности. Могли бы мистерии когда-либо заслужить величайшую похвалу от благороднейших людей древности, если бы их происхождение не было более высоким, чем человеческое? Прочтите все, что сказано об этом, ни с чем не сравнимом учреждении, как теми, кто сами никогда не проходили посвящений, так и самими посвященными, наводите справки у Платона, Еврипида, Сократа, Аристофана, Пиндара, Плутарха, Изократа, Деодора, Цицерона, Эпиктета, Марка Аврелия, не называя еще дюжины других знаменитых мудрецов и писателей? То, что боги и ангелы открыли, экзотерические религии, начиная с религии Моисея, снова закрыли, и скрыли на века из поля зрения людей. Иосиф, сын Иакова, был посвященный, иначе он не женился бы на Асенет, дочери Петефра, Потифар, тот, кто принадлежит Фре, богу Солнца, жреца из Гелиополиса и правителя Он, сноска, Он, Солнце, египетское название Гелиополиса, города Солнца. Каждая истина, открытая Иисусом, и которую понимали даже евреи и ранние христиане, была снова закрыта церковью, которая претендует на служение Ему. Прочтите, что говорит Сенека, цитируемый доктором Кеннили, врезка. Когда Вселенная растворяется и снова погружается в лоно Юпитера или Пара-Брахмана, этот бог некоторое время сосредотачивается всецело на самом себе и остается сокрытым, так сказать, всецело, погруженной в созерцание своих собственных идей. Впоследствии мы видим, как новый мир возникает из него, образовывается невинная раса людей И опять, говоря о земном растворении, включающем в себя разрушение или смерть всего, он, Сенека, учит нас, что когда законы природы будут похоронены в руинах и настанет последний день мира, то Южный полюс при своем падении раздавит всю Африку. Северный же полюс сокрушит все страны под его осью. Устрашенное солнце лишится своего света небесный чертог впадая в разложение одновременно будет производить жизнь и смерть своего рода разложение равным образом охватит все божества, которые таким образом вернутся к своему первоначальному хаос. Конец врезки. Можно вообразить, что читаешь пураническое описание Парашара Великой Пролави. Это почти одно и то же. Идея в идею. Если что-либо подобное, христианство, пусть читатель откроет любую английскую Библию и прочтет главу третью второго послания Петра, и он найдет те же самые идеи. Врезка. В последние дни явятся наглые ругатели, говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале словом Божием небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб был затоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимое тем же словом, сберегается огню, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же разгоревшись разрушатся. По обетованию его ожидаем нового неба и новой земли. Конец врезки. Если истолкователи предпочитают видеть в этом ссылку на сотворение, потоп и обещанное второе пришествие Христа, когда они будут жить в новом Иерусалиме в небесах, то в этом виноват не Петр. То, что он подразумевал, было уничтожение пятой расы и появление нового материка для шестой. Друиды понимали значение Солнца в Тельце, поэтому, когда первого ноября все огни были погашены, их священное и неугасимое пламя оставалось единственным, чтобы освещать горизонт подобно пламенам магов и современных зороастрийцев и подобно ранней пятой расе и более поздним халдеям и грекам, а также подобно христианам, которые делают это до сих пор, не подозревая действительного значения, они приветствовали утреннюю звезду, прекрасную Венеру Люцифера. Сноска? Мистер Кеннили в своей книге Бога цитирует Веланси, который говорит, «Я еще не пробыл полной недели после высадки в Ирландии, куда я прибыл из Гибралтара, где я изучал еврейский и халдейский языки под руководством евреев из разных стран. Как услышал, как крестьянская девушка сказала рядом стоящему простому человеку «Фоах ан маддин хаг» «Смотри, утренняя звезда», указывая на планету Венеру «Маддена мак» халдеев. Конец сноски. Страбун говорит об острове близ Британии, где поклонялись Церере и Персифоне под таким же обрядом, как в Само-Фракии, и это была священная Иерна, где поддерживался постоянный огонь. Друиды верили в возрождение человека не так, как объясняет Лукьян, что тот же самый дух будет оживлять новое тело не здесь, но в другом мире, но как в серию перевоплощений в этом же самом мире, ибо, как говорит Деодор, они заявляли, что души людей после определенного периода перейдут в другие тела. Сноска Было время, когда весь мир, все человечество в целом, имело одну единую религию, так же, как у них были единые уста. Все религии на Земле сперва были едины и эманированы из единого центра, говорит Фабер. Конец сноски. Эти учения перешли к пятой расе арийцев от их предков четвертой расы атлантов. Они благоговейно сохранили эти учения в то время, как их материнская коренная раса, с каждым поколением становясь все более высокомерной, вследствие обладания сверхчеловеческими силами, постепенно приближалась к своему концу. Отдел двадцать восьмой восьмой